Будь счастлив! Никто не знает, где он живет, и встретить его – большая удача. Сам он ни с кем не разговаривает, а заговорить с ним первым никто не осмеливается. Ему нет равных среди оленей. «Вот оно что!» – думал Бэмби. «Значит, это был вожак! Сам вожак! А я так опозорился перед ним!» Но это было не так уж страшно. Самое страшное случилось вскоре после встречи с друзьями. Как-то рано-рано утром Бэмби пришел на поляну, где уже прогуливались его друзья и другие лесные обитатели. Вдалеке он заметил мать и тетю Энну, а рядом в кустах бузины стоял уже совсем взрослый молодой олень. И Бэмби ужасно захотелось поздороваться с ним. «А что особенного?» – подбадривал себя Бэмби. «Доброе утро!» – скажу я. «Доброе утро!» – ответит он. «Вот и все! Ничего особенного!» И Бэмби подошел к оленю еще ближе. «А что, если он мне не ответит? Что тогда?» Бэмби открыл рот. И тут грянул гром. Едва он расколол небо, как олень высоко подпрыгнул и кинулся в лесную чащу. Бэмби рванулся следом за ним, но уже через несколько шагов он откнулся на лежащего среди деревьев оленя. Его грудь была окровавлена. «Беги! Беги отсюда! Слышишь?» – прозвучал рядом голос матери, и Бэмби помчался дальше вместе с ней. «Что это? Кто это?» – спросил он, задыхаясь у матери. «Это был он!» Когда после долгого, утомительного бега он остановился в изнеможении, матери уже не было рядом. Зато вверху, на ветвях деревьев, громко тараторили перепуганные птицы. «Вы видели? Видели?» – разорялась сорока. «Я первая заметила его, и я предупреждала оленя!» «Нет я! Нет я!» – перебила суйка. «Я тоже предупреждала!» «Голос громче, чем у вас!» – каркала ворона. «И я кричала ему много раз, но оленя черешу благородны, чтобы слушать нас!» «Несчастный!» – сокрушалась Белочка. «Он был так красив и так молод!» «Вы абсолютно правы!» – согласилась ворона. «И все-таки он погиб не потому, что не слушался нас, а потому, что тот, кто убил его, сильнее нас и может убить каждого из нас, если захочет. Он всемогущ!» «Кто? Кто всемогущий терялся в догадках Бэмби? Кто это он? Наверное, тот, о ком говорила мать и кого он тогда видел на лесной лужайке?» А солнце светило, как прежде, и голоса птиц звучали все тише и тише, и вскоре жизнь пошла своим чередом. Но Бэмби не мог успокоиться. Перед его глазами стоял, как живой молодой олень, с которым он так хотел поздороваться, и вот его нет. Он убит. «К чему тогда вся эта чудесная жизнь, если на каждом шагу подстерегает гибель? Не лучше ли спрятаться и прожить до конца своих дней где-нибудь в укромном, заброшенном месте?» Внезапно за спиной Бэмби раздался легкий шорох. Он оглянулся и вздрогнул. Перед ним стоял старый вождь. «Ты видел это?» – спросил вождь. «Да», – ответил Бэмби. «А где твоя мать?» «Не знаю». «И ты не зовешь ее?» «Нет», – сказал Бэмби. «Я могу быть один, я уже не боюсь». И вдруг он почувствовал, что страх покидает его сердце, и старый вождь уже не смотрит на него так сурово, как раньше. В его глазах засветилась ласковая улыбка, и Бэмби спросил. «Скажи, старый вождь, а кто такой он?» При этом вопросе глаза вождя сверкнули, и он отвел свой взгляд от Бэмби. Потом он медленно, с расстановкой ответил. «Умей слушать, умей видеть, умей чувствовать. Ты должен сам познавать жизнь». Олень высоко поднял голову, увенчанную короной, и тихо добавил «Будь счастлив». В следующий миг Бэмби уже остался один. Старый вождь исчез так же незаметно, как и в первый раз. Но еще долго в ушах у Бэмби звучали прощальные слова вождя «Будь счастлив». Тяжелая зима. Незаметно пролетело лето. Пожелтели и опали листья, и пошли дожди. А за ними снег и холод. Пришла зима. И сначала она покорила Бэмби своей ослепительно белой красотой. Все вокруг сияло. Искрилось под солнцем. Морозный чистый воздух обжигал глаза, нос, губы. Однако очень скоро Бэмби перестал радоваться зиме. Слишком трудно было добывать из-под снега скудную пищу. Не хватало еды, не хватало тепла. Но тяжелая жизнь еще больше сближает друзей. И теперь каждый день они собирались вместе, а во всем на свете вели бесконечные разговоры, из которых молодые олени узнавали много нового. Но о чем бы ни шла речь, обязательно вспоминали о нем, о его непонятном и страшном лице, и о том, как удивительно ловко он действует передними ногами. «К счастью, их только две», – сказала как-то мать Бэмби. «Вы ошибаетесь», – поправил ее олень по имени Ронна. «У него не две, а три передние ноги. Но третью он носит за плечами. И эта нога очень злая». «Ерунда», – засмеялась тетя Нэтла. «Глупые выдумки». «А это вы видели?» – и Ронна показал небольшую шишку у себя на ноге. «Из-за этой шишки я стал хромым. Это сделал он своей третьей ногой. Сначала из нее вылетел огонь, и словно острый зуб впился мне в ногу. А какой ударил гром!» Олени тесно прижались друг к другу. Они знали, что Ронна говорит правду, и что каждого из них может постичь еще худшая участь. «Но как избежать ее? Как избежать его роковой власти?» И тогда заговорила самая юная среди оленей Марена. «Говорят, что когда-нибудь он придет к нам как друг и добрый сосед. Я сама это слышала. И будет с нами играть. И все в лесу будут счастливы». Она замолчала, но ей никто не ответил. Никто не поверил в такое чудо. А зима становилась все морознее и злей. От холода и голода в лесу почти каждый день творились ужасные дела. Однажды ворона заклевала больного зайчонка, потом куница задушила белочку, а лиса вытащила из-под снега фазана и съела его. Голод порождал жестокость, убивал совесть и жалость. И когда все это кончится, вздыхала мать Бэмби, никто еще не знал, что самая большая беда впереди. Все началось посреди белого дня, когда олени услышали многоголосый вороний крик. Вороны кричали с окраины леса, откуда обычно приходила опасность. «Он! Это он! Сюда идет он!» Вороны кричали, как оголделый и жуткий непреодолимый страх охватил олени. «Что делать? Что делать, если он рядом?» «Бежать!» — воскликнула тетя Энна. «Бежать? Ну куда?» «Нет, лучше подождем!» — сказал Рона. «Но мы не можем ждать, у нас дети!» А губа совсем ослабел от голода. Но тут мимо них проскакал зайцы, а олени закричали ему в доконку. «Где он? Где он?» «Он всюду! Всюду!» — ответил заяц, задыхаясь. «Мы окружены!» И словно в утверждении этих слов совсем рядом раздался отрывистый грохот, и что-то тяжелое ударилось о землю. Это упал подстреленный фазан, и все олени кинулись в лес подальше от страшного выстрела. «Держись рядом со мной! Держись рядом со мной!» кричала мать Бэмби. «Не торопись, Бэмби! Пусть они подойдут ближе, и тогда мы найдем лаз между ними!» А вокруг творилось нечто невообразимое. Все живое обратилось в паническое бегство. Вслед за зайцем запрыгала по сугробам леса, но сейчас ей было не до зайца, она спасала собственную шкуру. А за ней выскочил из кустов фазан. «Только не подниматься!» — кричал он своим собратьям. «Только бежать! Только бежать!» И вдруг, не выдержав, он расправил крылья и взлетел. «Трах-так-так!» — ударил гром, и фазан кувырком полетел на землю. «Не подниматься! Не подниматься!» — подхватили остальные фазаны, рассыпавшиеся по лесу. Но пять или шесть из них все-таки взлетели, и тут же грохнулись на землю, сраженные огнем. Обезумевшие от ужаса лесные жители бежали кто куда. Мимо оленя опять проскакал заяц, но снова ударил гром, и заяц упал замертво. «Вот они! Вот они!» — прозвенел чей-то крик. «Они рядом с нами!» И Бэмби увидел, что со всех сторон из-за деревьев идут они. Огонь и грохот обрушились со всех сторон. «Теперь пора!» — приказала мать. «Вперед!» И, заметив широкий проход между охотниками, она помчалась к нему со всех ног. Бэмби бросился за ней. На какой-то миг ему показалось, что мать упала, но он не поверил в это и помчался дальше, как учила его мать. «Беги, Бэмби, беги! Не думай обо мне, что бы со мной ни случилось!» Уже вырвавшись из смертельного кольца, он вдруг услышал. «Бэмби! Бэмби!» Это был голос Гоба. Он совсем выбился и силу увяз в снегу. Мама и Фалина побежали дальше, а я останусь здесь. «Вставай!» — крикнул Бэмби. «Вставай, Гоба!» «Нет, Бэмби!» — тихо ответил Гоба. «Я не могу! Мне конец! Прощай! Прощай! Прощай, Гоба!» И Бэмби нырнул в лесную чащу подальше от кровавой бойни. В тот же день он повстречал Рона, потом Фалину и тетю Энну и тетю Нэтлу. Все они уцелели. И у всех он спрашивал, не видели ли они его мать. «Нет, Бэмби!» — «Нет!» — отвечали они. «Мы ее не видели!» И Бэмби грустно качал головой. Никогда больше он не видел своей матери. Первая любовь. Кончилась зима, и после короткой бурной весны наступило лето. Это было первое лето Бэмби без матери. И, может быть, поэтому оно не принесло ему радости. Только через год тоска по матери понемногу утихла. Но он часто вспоминал ее с любовью и благодарностью. Конечно, он помнил о несчастном Гоба, который так рано ушел из жизни. Да что поделаешь, изменить ничего нельзя. И надо жить дальше. Прошел год, и новой весной в его жизни произошло большое событие. У него появилась корона. Да, да, проступившие на голове рога быстро подросли и образовали пока еще молодую, но очень красивую корону. Бэмби был счастлив. Теперь он стал взрослым оленем, настоящим принцем. Дело в том, что взрослых оленей, словно коронованных особ, звали в лесу принцами. И все в лесу восхищались чудесной короной. Все, кроме взрослых, уже коронованных оленей, которые не взлюбили Бэмби и гнали его прочь от себя. Наверное, потому что корона у Бэмби была, по всеобщему признанию, такой же красивой, как у старого вождя. Вот почему Бэмби стал скитаться по лесу в полном одиночестве, по заброшенным диким тропам, избегая встречи с другими оленями. Иногда, в особенно ясные весенние дни, его душа наполнялась каким-то странным, непонятным волнением, и он метался по лесу, словно искал кого-то. Но кого? Он и сам не знал. В такие дни он забывал про осторожность и мог нечаянно наткнуться на своих коронованных собратьев. А те устраивали ему трепку и с позором прогоняли прочь. И он удалялся без сопротивления. Обида и негодование терзали его душу. И вот однажды, прогуливаясь по глухим закоулкам леса, он заметил сквозь листву кустарника, стоявшего неподалеку оленя. И все, что накипело у него на сердце за время одиночества, вдруг вспыхнуло и загорелось нистовым пламенем. И он, как безумный, бросился на противника. А тот в последний миг волниеносным движением уклонился от удара. И Бэмби едва не грохнулся на землю, потеряв равновесие, но все-таки удержался на ногах. Потом обернулся, чтобы снова броситься в бой, и замер. Перед ним стоял старый вождь. Его голова уже совсем посидела, но он был все такой же могучий, как и прежде, а его глаза светились умом и отвагой. — Ну? — спросил он спокойно. — Почему ты остановился? Чего ты ждешь? — А Бэмби от стыда готов был провалиться сквозь землю. — Не знаю, — ответил он тихо. — Почему ты не нападаешь? — повторил вождь. — Потому что я преклоняюсь перед тобой, мой вождь, — хотелось ответить Бэмби. — Потому что я люблю тебя. Но он промолчал, и тогда заговорил старый вождь. — Давно мы не виделись с тобой. За это время ты вырос и стал сильным. На какой-то миг вождь замолчал, внимательно разглядывая Бэмби, и громко произнес. — Будь храбрым, будь отважным. Потом он повернулся и исчез, а Бэмби еще долго стоял неподвижно. Гордость и счастье переполняли его, и он уже не чувствовал себя одиноким. Но когда наступило лето, его снова охватило смутное волнение, и снова он стал бродить по лесу в поисках какой-то неведомой, но такой желанной радости, о которой он лишь мог догадываться, пока однажды не встретил Фалину. Он встретил ее, и тоска, так долго преследовавшая его, обернула счастье. — Фалина! — изумленно воскликнул Бэмби. — Какая ты стала красивая! И это была правда. И Фалина знала об этом, и глаза ее засияли от радости. — Значит, ты узнал меня, Бэмби? — Еще бы! Мы ведь выросли вместе. Видишь эту тропинку? По ней моя мама привела меня в первый раз на поляну. Там мы познакомились. — Ты это помнишь? — Конечно! И мы долго не знали, что сказать друг другу. А потом ты помчалась через поляну, я за тобой! — Совсем как сейчас! — весело воскликнула Фалина, и внезапно, отскочив в сторону, понеслась по тропинке вглубь леса. Бэмби устремился за ней. — Подожди! Подожди, Фалина! Я хотел спросить. Ты меня любишь? — Я? — Не знаю! — ответила Фалина, не оборачиваясь. — Пока не знаю. — А я тебя люблю! — крикнул Бэмби. — Я это знаю! Знаю! Как вдруг за его спиной раздался грустный окрик. — Стой! Это был олень Карус. Вне себя от ярости он преградил дорогу Бэмби. — Оставь Фалину в покое! Этого Бэмби снести не мог. — Как? Неужели сейчас, даже сейчас его снова будут травить и мучить? Опустив голову, он молча кинулся на Каруса и нанес ему страшный удар. Не ожидавший такого ответа, Карус упал, потом вскочил, однако новый удар поверг его на землю. И перепуганный олень, спасаясь от неминуемой гибели, обратился в бег. Но на этом неприятности еще не закончились. Выскочив на опушку, Бэмби увидел, что за Фалиной гонится Рона. — Назад! — крикнул Бэмби. — Назад, Рона! Отойди от Фалины! — В самом деле? — огрызнулся Рона. — И давно ты стал грубить старшим, малыш? — Ладно уж так и быть, на этот раз я прощаю тебя. Ступай с миром! — В последний раз говорю тебе, — еще громче крикнул Бэмби. Уходи отсюда, Рона! — Ах так! — ответил Рона. — Ну что ж, ты сам виноват и сейчас получишь по заслугам. Но не успел он сделать и шага, как Бэмби нанес ему сокрушительный удар. Они столкнулись лоб в лоб, да так сильно, что рога зазвенели, и у Рона отломился один зубец. Новый удар, и от самоуверенности Рона не осталось и следа. Он упал на колени, из разорванного плеча потекла кровь. — Пощади! — взмолился он. — Пощади, Бэмби! Я пошутил! Я только пошутил! Ты ведь знаешь, я хромой! Он с трудом поднялся и, шатаясь, побрел прочь. А Бэмби бросился разыскивать Фалину. Но она уже бежала ему навстречу, и глаза ее сверкали от восхищения. — Я все видела, Бэмби! Это было прекрасно! Я люблю тебя! И они пошли дальше вместе. И весь день, и всю ночь бродили по лесу, играли и веселились до самого рассвета. Это был самый счастливый день в жизни Бэмби! Субтитры создавал DimaTorzok